Книга ответов В прошлый раз мы увидели, что Библия никогда не обращается к Богу в едином числе. Мы увидели обратное, что Библия относится к Нему во множественном числе. Мы также увидели, что Библия говорит о том, что Бог послал нам Сына Своего, и мы узнали Личность Сына Его. Мы увидели, что Библия рассказывает нам о многих явлениях Бога на земле, в плоде человеческой, и что это не в новинку Богу. Мы также взглянули в книгу Зоор и увидели, что говорится там о Троице Божии, и что это обосновано полностью на Библии и не противоречит еврейской мысли. В продолжение мы увидели в книге Зоор, что, разделив слово «бина» — разум, мы получили два слова «сын» и «бог», а значит «сын Бога». Мы также видели, что многие раввины, почитаемые раввины, предлагали, что Мессия уже явился. Например, раввин Илья Давидас, который написал, «Тот, кто не исповедует, что Христос пострадал за грехи, должен терпеть их сам». Смотрите. Человек, испытывающий жажду, и видя, что его жизнь в опасности, и рядом с ним течет река, что он должен сделать? Тот факт, что он возле реки, не поможет ему спастись. Он сам должен подойти к воде и пить из нее. Если кто-то другой подойдет и будет пить вместо него, это не спасет его. Единственный шанс у этого человека — подойти и пить самому, иначе он умрет. Библия — это вода жизни, это образ жизни. Тот, кому Бог открывает глаза, начинает пить из нее и живет. Библия — это совершенный подарок Бога своим любимым детям, нам. Библия — это карта, это путь жизни. Бог говорит нам, вот вам книга, гид, карта, путеводитель, чтобы вы встали на путь из тьмы в свет, из депрессии в радость, из болезни к здоровью, от проклятия к благословениям, из бедности в богатство, из мира тьмы в мир света рядом с Богом. Бог использует этот мир, чтобы учить и растить нас, и наполняет нас тем, у чего нет замены. Он ведет нас в совершенство там, где нет ничего в избытке и в нехватке, в уникальное место. Бог знает Своих детей, и Он, да, сможет привести нас к Себе. Так как Он сделал с народом Израилевым в пустыне 40 лет, Бог привел народ в землю обитованную. Почему взял 40 лет, чтобы прийти каких-то там 400 километров? Даже если Он вел их длинной дорогой, не напрямик, Он вел их правильной дорогой. Какое чудо! Ведь Бог вел нас днем столбом дыма, а ночью столбом огня. Он всегда был с нами. Бог с нами днем и ночью. Даже если мы не всегда Его видим или чувствуем, Он никогда нас не покидает. Это мы покидаем Его. Он наш столб днем и столбок дня ночью. Смотрите, путь Израиля в пустыне похож на нашу ситуацию сегодня. В этом мире мы движемся с места на место. И ситуации в ситуацию. И с пустыни в пустыню. На протяжении 40 лет в пустыне Бог прокормил народ хлебом небесным и напоил водой из камня. Он превратил воду горькую в пресную ради них. Что Он не делал ради них? Бог также заботится о нас. Он питает каждого из нас. Он хранил нас всех до сих пор. Так же, как и тогда, когда Он вел народ Израилевой огнем и дымом. Так же, как Он прокормил народ Израилевой манной небесной. И Бог просто с нами. Он в конце концов превратил нашу горечь в сладость. Как Исаия говорит, вместо пепла даст украшения, вместо плача еле и радости. Бог дал нам воду жизни. Он дал нам Библию. Многие говорят, что это просто рассказы. Или говорят, что может быть это когда-то было, но не имеет отношения к сегодняшнему дню. Я хочу, чтобы мы взглянули сквозь облако, покрывающее наши глаза. Все 67 лет существования Израиля, все войны, все враги, которые хотели нас уничтожить, и до сих пор хотят, а мы живы. Разве это не рука Божья? Благодарны ли мы Ему за это? Что мы говорим? Это мы такие хорошие, это у нас такая сильная армия? Это слепота. Единственная причина нашему существованию до сего дня – это Бог. Он с нами. Потому что у Него есть план. Потому что Он любит нас. И возлюбил нас до смерти креста. Потому что Бог давал обеты Аврааму, Исааку, Иакову, и многим пророкам, царю Давиду и еще многим другим. Бог никогда не нарушает свои обеты. Поймите, у Бога есть совершенный план, и Он держит нас в Своей руке. Даже если мы этого не видим, Он с нами. Он все еще ведет нас по пути к спасению. Он дал нам Библию. Он дал нам путеводитель, ведущий к Нему. Это как карта сокровищ, благословенное имя Его. Вы знаете, однажды, когда я писала книгу под названием «Ачува», вдруг я нашла какой-то файл на моем компьютере. Я не знаю, как он там оказался. И когда я открыла его, я нашла там предложения, в которых зашифровано имя Мессии. Я была потрясена этим. Я хочу показать вам несколько примеров, потому что я думаю, что это просто потрясающе. Это открывает глаза. Это библейский код. Такая техника поиска кода в Торе, поиска слов или предложений, которые зашифрованы в тексте Библии, находящиеся в определенных расстояниях между буквами. Я хочу вам показать несколько таких примеров. Давайте посмотрим на притчи 30 глава стихии из 4 по 7, в которых Соломон говорит о Боге. И он нас спрашивает, какое имя ему и какое имя сыну его. Какой сюрприз ожидал меня, когда я взглянула на зашифрованные в этих стихах места. Давайте посчитаем каждые 22 буквы и посмотрим, что нам говорит Библия. Перед вами притча 30 глава стихии из 4 по 7. Начнем с 4 строки. Возьмем первую букву Ют, обозначенную красным цветом. Давайте посчитаем 22 буквы. Придем к букве Шин, которая также окрашена в красный цвет. От нее посчитаем еще 22 буквы и найдем букву ВАХ, последнюю в этой строке. Продолжим, найдем букву Айн, две строки ниже. Соединяем их вместе, мы увидим Иешуа, Иисус. Если продолжим дальше, отчитывая 22 буквы, мы найдем слово Шай, подарок, Иисус, подарок. Еще интереснее заметить, что буква Шин, буква из имени Иисуса, является частью слова Шем, имя. На мой взгляд, это очень интересно. Я помню, как увидев это в первый раз, я была уверена, что это просто совпадение. Я сказала, что очень легко найти предложения такие в Библии. И я пыталась найти, например, имя свое, но это не было легко. Я нашла много предложений, в которых зашифровано имя Мессии, и даже целые предложения. Например, в Исаии 53 главе, стихи, которые говорят о жертве Мессии. И, к моему удивлению, я нашла там целое предложение. Посмотрите, перед вами Исаии 53 глава, стихи с 8 по 11. Если начнем считать от буквы Ю, находящейся на третьей строке, снизу, обозначенной красным цветом, каждые 20 букв в обратном порядке, мы соберем выражение «Ешуа Шми» – «Мое имя Иисус». И тогда будем считать со второй строки, снизу, от буквы М, обозначенной желтым цветом. 42 буквы в обратном порядке, найдем слово «Машиях» – «Мессия». И та же буква Шин, используемая в этом слове, также используется в имени «Ешуа» – «Иисус». И тогда, если возьмем букву Ю в первой строчке, обозначенной красным и зеленым цветами, будем считать каждые 15 букв, найдем слово «Ицалев» – «Будет распят на кресте». Та же буква Ю появляется и в слове «Шми» – «Мое имя». Здесь зашифровано нам целое предложение. «Мое имя Иисус Христос, который будет распят на кресте». И все эти слова соединены. Может ли быть это простым совпадением? Или Бог на самом деле посылает нам сообщение? Здесь в Исаии 53 главе скрыто имя, о котором говорит пророк, не Агнца, а человека, которого ведут как Агнца на заклане, и его имя – Иисус. Здесь мы находим целое предложение. «Мое имя Иисус Христос будет распят на кресте». Есть много таких случаев. Давайте посмотрим на еще один такой случай. Исаия 53 глава, стих 17. В этом стихе мы видим, что Бог зовет Иерусалим восстать. Так давайте возьмем первую букву «Ют» в первой строчке, обозначенную красным цветом, и посчитаем каждые 15 букв, что мы находим. Имя Иешуа – Иисус. И тогда со второй буквы «Ей» в первой строчке, которая обозначена голубым цветом, посчитаем от нее каждые 9 букв и получим «Амашех» – Мессия. Но то, что больше всего поражает здесь, это то, что буква «Ют» от слова «Амашех», она же есть буква от имени Бога, а буква «Вав» от имени Иешуа, она же буква «Вав» в святом имени Господа. Мы получаем поразительные предложения, говорящие «Господь Иисус Христос». И все эти слова соединены. Посмотрите на слова, в которых эти буквы скрыты. Предложение «Восприняй Иерусалиму Господа чашу» просто поразительно. Посмотрим на все это. Когда я увидела, я была просто потрясена, и до сих пор удивляюсь. Посмотрим на Исайя 43 главу, стихи 11 и 12. Во второй строчке возьмем вторую «Ют», обозначенную красным цветом, и посчитаем каждые 4 буквы. Мы вновь получаем имя Иисуса. Обратите внимание на слова, в которых эти буквы зашифрованы. «Я предрек и спас, и возвестил». Исайя 43 глава. Здесь написано «Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил». Здесь зашифровано имя Иисуса. «И вы свидетели», — он говорит. Я думаю, это просто поразительно. И в книге Рут мы видим, что зашифровано имя Иисуса, если мы считаем каждые 4 буквы. У меня нет времени вдаваться в детали каждого случая. Поэтому я покажу вам несколько предложений, чтобы вы увидели, что это часто встречается в Библии. В книге «Исход», 30 глава, стихи с 13 по 20, зашифровано предложение «Мессия Иисус, который будет распят на кресте». Вы всегда сможете потом остановить видео и посчитать сами. Все это не может быть просто совпадением. А здесь это просто потрясающе. В книге «Бытия», 3 глава, стихи с 8 по 15, зашифровано имя Иешуа. И буква «Ют» от имени Иешуа также совпадает со святым именем Господа. А полностью предложение читается так. «Мое имя Иисус, Господь Бог, и Я есмь Господь, и Я Бог от семени Ее». И где скрыто это предложение? То есть Я, Иисус, Бог от Ее семени. И где скрыто это предложение? В стихе, в котором Бог проклинает змея. И мы видим, что с самого начала таков был план Господа. Мы видим в 14 главе, с 5 по 16 стихи, в книге Захария, что имя Иисуса скрыто в предложении «Господь един, и имя Его едино». И та же буква «Шин» соединяет имя Иисуса и Иешуа и слово «Шмо» – Его имя. Возможно ли все это простым совпадением? Я не думаю, что это может быть совпадением. Я на самом деле верю, что Бог готовит нас к правде. Мы должны открыть наши глаза и увидеть то, что показывает нам Библия. Бог ждет нас. Давайте вспомним, что царь Давид предупреждает нас во 2 Псалме, стих 12, «Почтите сына», чтобы он не прогневался. И слова Равина Ильи Давидас, который говорит нам, «Тот, кто не исповедует, что Христос пострадал за грехи, должен терпеть их сам». Так давайте почтем сына этого. Давайте исповедуем, что Мессия страдал за наши грехи. И так нам не придется их терпеть самим. Давайте тогда скажем, «Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал нам Мессию. Скажите Ему, и Он откроет двери перед Вами. Дверь, которая была сокрыта до сих пор. Дверь, облитая кровью, кровью искупления. И тогда Вы увидите свет Господа». Спасибо, Отец. Скажите вместе со мной, «Я выбираю благодарить Тебя за Твой план моего спасения. Я благодарю Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты взвалил на Себя мои грехи и дал мне новую жизнь. Благодарю». «Я выбираю принять Тебя как моего спасителя». Спасибо, Отец. Спасибо, спасибо, благословенно имя Твое. Увидимся в следующий раз. В следующей передаче я буду говорить о таинстве в крови. На сегодня все. С Вами была Даля с передачей «Книга ответов». Будьте благословены светом и правдой. Аминь. 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 Аминь.